Первые, кто занялись корректировкой исторических дат и событий, были следователи Фоменко и Носовский. Далее их последователи столкнулись с несоответствием реальных датировок. Официальная история ответов не давала, но правильный анализ общедоступной информации дает ответ, вследствие чего произошел такой разброд и шатание в системе этих датировок. Начнем с разбора загадки Старого Нового Года. Как известно, в России их два. Один, как и во всем мире, наступает в ночь с 31 декабря на 1 января, второй Старый Новый Год наступает в ночь с 13 января на 14 января. История происхождения Старого Нового Года такова. Революционные события 1917 года привели к власти большевиков. Было создано правительство, названное Советом Народных Комиссаров, Совнарком. И оно выпустило целую серию декретов. В том числе в январе 1918 года был выпущен декрет о ведении в Российской Республике западноевропейского календаря. То есть, оказывается, мы перешли на западноевропейский календарь. В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами, это поскольку Россия была бескультурная, исчисление времени, Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. Далее, до 1 июля сего года писать после числа каждого дня по новому календарю в скобках число по до сих пор действовавшему календарю. Председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов Ленин и другие не менее народные комиссары. Из этого следовало, что 1 января 1919 года начинался Новый год по старому стилю, а 14 января 1919 было первым января по старому стилю, то есть Старый Новый год. Уже позже, во второй половине 20 века, когда празднование Нового года войдет в привычную колью и станет доброй семейной традицией, Старый Новый год начнут отмечать как повод собраться без помпезности, со старыми друзьями, еще раз посидеть за общим столом, завершая праздничный период. Зачем же советскому правительству понадобилось менять календарь, сдвигать даты, исключать 13 дней из 1918 года? Официальное объяснение на первый взгляд выглядит вполне логичным, переходили с юлианского календаря на григорианский, вслед за всей Европой. В тексте самого декрета, как можно видеть, слова «григорианский календарь» не используются, используется термин «западноевропейский календарь». Всех всегда такое объяснение устраивало до того самого момента, пока внимательно не прочитать статьи о введении григорианского календаря в западноевропейских странах. Тут можно заметить, что переход на григорианский календарь у большинства европейских стран состоялся задолго до 20 века. Как нам сейчас уже известно, большинство большевиков были иностранными гражданами, и неудивительно, что их основной целью было привести Россию к западным стандартам для удобства эксплуатации. Давайте посмотрим, что говорит нам официальная история о том, когда европейские страны переходили от юлианского к григорианскому календарю. В XVI веке, это 1582-1587 годы, перешли на григорианский календарь. Австрийские земли, чешские, Рим, Ватикан, центральные провинции Франции, германские земли, королевство Венгрии, голландские провинции, Зеландия и Генеральные Штаты, Люксембург, Польша, Португалия, Испания, Швейцария. В XVII веке перешли на григорианский календарь Пруссия, Швейцария, французская земля, Эльзас, Страсбург. В XVIII веке, Дания, германские земли, голландские провинции, Швейцария, Великобритания и Доминионы, герцогство Лотаринге. К примеру, в Швеции переход происходил очень любопытно. Она решила постепенно перейти от юлианского к григорианскому календарю, не вводя високосных годов с 1700 по 1740 годы. Таким образом, 11 лишних дней должны были быть исключены и 1 марта 1740 года переход на григорианский календарь должен был быть завершен. Однако в этот промежуток календарь в Швеции не совпадал бы ни с одним календарем. Таким образом, 1700 год, который в юлианском календаре был високосным, в Швеции не был високосным. Однако по ошибке, 1704 и 1708 стали високосными годами. Это привело к потере синхронизации как с юлианским, так и с григорианскими календарями. И было решено вернуться к юлианскому календарю. Для этого в 1712 году был добавлен лишний день, и этот год стал двойным високосным годом. Таким образом, в 1712 году в Швейцарии в феврале было 30 дней. То есть не надо удивляться, кое-где, кое-когда бывало и такое. И сенсацию из этого делать не стоит. Позднее, в 1753 году, Швеция перешла на григорианский календарь, пропустив 11 дней, как и другие страны. В 20 веке на григорианский календарь перешли. Албания, Болгария, Россия, Эстония. И вот так постепенно все страны перешли на новый календарь. Ничего вас не насторожило? А стоит обратить внимание на два момента. Страны и земли переходили на григорианский календарь большими группами в два исторических периода. В 16 веке, сразу после объявления реформы, папой Григорием VIII, и в начале XVIII века. И сразу в здравом-то уме возникает вопрос, как же выстраивались деловые отношения между странами и соседями в условиях, когда более ста лет у них отличались даты. Тут можно прийти к простому выводу. Возможно, все было гораздо проще. 1582 год, он же Ай-582 католиков, был 1700 годом у протестантов. То есть были две разные системы летоисчислений, и страны переходили на новый календарь одновременно. В 1700 году Петр I провел календарную реформу в России. После 31 декабря 7208 года по календарю от сотворения мира наступает 1 января по календарю от Рождества Христова. Но, как нам говорят историки, это был переход на юлианский календарь. И что получается? Все наши западноевропейские соседи перешли или переходят на Григорианский, а царь-реформатор, активно выстраивающий торговые, дипломатические и культурные связи со странами Западной Европы через прорубленное окно и решительно менявший отношение светской власти с церковью, зачем-то переходит на морально устаревший юлианский календарь. Так все-таки может быть дело в том, что историки нас просто вводят в заблуждение. Скорее всего, Петр I в Россию ввел в 1700 году именно Григорианский календарь. Это же логично. Перейти на единую календарную систему со всеми христианскими странами Европы, особенно если учесть, что Албания, Болгария, Румыния, Югославия, Греция, Турция в те времена – это единое государство. Оттаманская порта, преобладающая религия в которой – магометанство, ислам. Эти территории управляются не христианскими правителями, и им переходить на календарь от Рождества Христова нет никакого смысла. И вот тут возникает закономерный вопрос. Если в России начали жить по Григорианскому календарю в 1700 году, то как возникла разница в 13 дней, которая была исправлена лишь в 1918 году? Так может быть, в России, так же, как и в Швеции, рассчитывали погасить разницу в датах между юлианским и григорианским календарями за счет исключения високосных дней в течение 40 лет, но не смогли исполнить это в течение намеченного срока, и в конце концов вынуждены были использовать юлианский календарь. Или после реформы Петра произошла неизвестная нам контрреформа календаря, в результате которой произошел переход на юлианский календарь. Итак, мы естественным образом подошли к пониманию, что лет исчислений было много. Они были разнесены во времени некоторые до нескольких сотен лет. И плюс к этому мы имеем запланированное запутывание в официальной истории, подмена личности, выдача одного человека за двух или живущего одного и того же в разное время. Для того, чтобы не теряться в дебрях разных летоисчислений, исследователь Константин Захаров создал такую сводную таблицу, в которой отражены основные виды календарей, использованных в истории. Вот этот список. С-Х-Ш – современная хронологическая шкала, С-К – старокатолическая или старофранцузская система летоисчисления, С-Г – старая голландская система, К-Н – календарь Наполеона, К-П – это даты в календарной системе Петра I. За центральную точку отчета здесь взят потоп. По современной хронологической шкале это 1836 год. По старокатолической 1581 – это на несколько столетий раньше. По староголландской – 1736 на 100 лет назад. По календарю Наполеона – 1781 – это примерно 50 лет в минус. Календарная система Петра I – 1681 год. Петербург, Россия, земли около Петра 1736. Но и по летоисчислению от сотворения мира – это 7089 год. Тут кроется ответ, каким образом история обошла такое планетарное событие, как уничтожение 90% населения планеты в начале XIX века. Как вообще история смогла проглотить такой апокалипсис, что большинство населения сегодня о нем даже не подозревает. Попробуем разобраться в реальных датах на примере дискуссии о переносе столицы России из Москвы в Санкт-Петербург в 1712 году. И было ли событие реальным или выдуманным. Тут надо понять, что мы сейчас используем летоисчисления, которые ввели относительно недавно, примерно 140-130 лет назад. Назовем его современная хронологическая шкала. И чтобы последовательность событий была понятна, будем маркировать события по этой шкале. При этом понимаем, что в официальную историю события помещались часто с датировкой в других календарных системах. Например, поход Наполеона Бонапарта на Москву происходил в 1812 году. Но надо учитывать, что это год в календарной системе, введенный императором Франции в условном 1800 году, а он попадает на 1855 год в современной системе отчета. Соответственно, год взятия Москвы Наполеоном – 1867 год по современной хронологической системе. Вступление на трон в Санкт-Петербурге. Александр I – 1801, Александр II – 1856, это на 55 лет позже. Однако это одно и то же событие, только в разных календарных системах. Просто первое в календарной системе Наполеона, а второе в современной хронологической шкале. Смерть Александра I – 1825 год, Александр II – март 1881 год. Опять же, первое в календарной системе Наполеона, а второе в современной хронологической шкале. Оба прожили 24 года после восхождения на трон. Смерть Александра II в официальной версии истории произошла в марте 1881 года в результате террористического акта, а не в декабре 1880-го. Неудачное покушение на реального императора Александра II превратили в убийство Александра II. Дату смерти Александра II сдвинули на несколько месяцев с декабря 1880-го на март 1881 года. При фабрикации фальшивой официальной истории реальные события 1855-1880 года по официальной хронологической шкале были изложены дважды. Сначала как начало XIX века, на основании документов, которые велись в календарной системе Наполеона, а затем как вторая половина XIX века в современной хронологической шкале. Но тогда какое отношение к этому имеет Петр I? А самое прямое – это еще один дубликат тех же событий. Реальный исторический прототип Петра I – это правитель Санкт-Петербурга Александр I. Вероятно, что после взятия Москвы Александр был провозглашен царем под именем Петр. То есть этот исторический персонаж остался в исторических документах под разными именами в зависимости от той территории, на которой применялась его власть. В России, территории, прилегающие к Санкт-Петербургу, Александр был правителем не по праву наследования, а как назначенный из Парижа управитель. А в Московии сначала как победитель в войне, а затем узаконен как царь на основании его брака с Екатериной Долгорукой, прямой наследницей основателя. Перенос столицы в 1712 году в Петербург – это результат успешной военной операции против Московии и взятия Москвы под контроль союзной армии Наполеона и Александра. Французские и русские военные действовали как одна армия, единая форма, единый язык управления, французский. После взятия Москвы, Московия оккупирована и столицей для этой территории автоматически становится Санкт-Петербург. События 1812 года по календарю Наполеона при фабрикации истории сдвинули на 100 лет в прошлое. Помним, что император Петр умер в 1725 году, а император Александр в 1825 году, на 100 лет позже по календарю Наполеона. Ну и потом, каким же образом союзник, так сказать, Наполеона Александр I мог оказаться в Париже вместе с наступавшими российскими войсками в 1814 году, где он якобы имел встречу с великим архитектором Монферраном, а потом благополучно вернулся в Санкт-Петербург. А все очень просто. В 1861 году по современной шкале и в 1814 по календарю Наполеона в Париже было празднование совместной русско-французской победы над Московией. За период 1867-69 годы по современной хронологии территория Московии была взята под контроль, соответственно для Франции и ее союзницы Александровской России открылся доступ по Волге в Каспии и далее в Среднюю Азию к источникам хлопка и опиумного мака. А в 1870 году по современной шкале и 1815 по календарю Наполеона англо-прусско-голландская союзная армия разгромила Наполеона под Ватерло, чем нанесла смертельный удар по Французской империи. С тех пор Россия осталась без старшего партнера. Спустя 15 лет Российская империя подчинилась Англии и согласилась принять фальшивую версию историй, а также под диктовку надсмотрщиков написала свою фальшивую историю. Окончательно официальная версия мировой истории была оформлена в 1903 году на Всемирном съезде историков. Так как же Кутузов, который воевал против Наполеона и дошел до границ Российской империи, выдворяя из стороны своего союзника? А просто – это художественная литература и выдумка. Есть убийственный факт, который упорно не замечается всеми, кто придерживается официальной версии войны 1812 года. Официальная версия гласит, что на Москву шел именно император Франции. То есть первое лицо государства бросил управление империей и лично пошел командовать экспедиционным корпусом в далекие земли, тем самым создавая все риски как для личной безопасности, так и для нормального функционирования государства. Гораздо более реалистичной представляется реконструированная история, в которой поход на Москву возглавлял Наполеон Бонапарт Жозеф, двоюродный брат императора, боевой генерал, артиллерист, военспец. Здесь мы видим его с правом. Хорошо, а почему тогда победу над Москвой не отпраздновали в 1812 году в том же Питере или любом другом российском городе, неохваченном войной? Во-первых, в 1812 году или в 1867 по современной хронологии взяли только Москву, а потом еще два года брали территорию под контроль. Это Казань, Астрахань, Азов и другое. Во-вторых, празднование в Париже – это логично, так как Россия Александра I – это младший партнер Наполеоновской Франции, проводник императорских планов Парижа, а вовсе не самостоятельный игрок. Официально Российская империя была провозглашена 22 октября 1721 года. Если применить 100-летний издвиг, то это 1821 год по календарю Наполеона, то есть через 9 лет после взятия Москвы, по современной хронологии это 1876 год. В 1821 году по Наполеону и в 1876 по современной хронологии новые территории были окончательно подчинены Петербургу. Все восстания, в том числе которое в официальной истории принято называть восстанием Пугачева, были подавлены. Войска Александра прочно встали в Оренбурге, на Урале, в Поволжье и Новороссии. Кстати, если сдвинуть восстание Пугачева, это 1773-75 годы, на 100 лет вперед, то как раз получится, что оно было окончательно подавлено за год до 1876 года, года объявления Российской империи. До календарной реформы Наполеона даты во Франции были следующего вида И-593, назовем эту систему старо-французской. Тут опять же кроется ответ, почему в Сибири и на других территориях таких датировок с источкой нет, но находится в изобилии в Восточной Европе, то есть там, где действовал старо-французский календарь. Вот и получается, что год восстания в провинции Вандея, это описано в романе Гуиго 93 год, это И-593. При Наполеоне старую систему было решено заменить на новую, далее календарь Наполеона. Год И-600 стал 1800 годом, а год восстания в Вандея стал, соответственно, 1793 годом. И зачем Наполеону понадобилось сдвигать летоисчисления аж на 200 лет? Все дело в политике. Наполеон выстраивал всю систему мер и летоисчисления как всемирную, универсальную. При нем же была разработана метрическая система, которая позже стала мировым стандартом «Си». Он продвигал парижский меридиан как нулевой, система отчета географических координат. Наполеон планировал новое летоисчисление как мировое, международное, то есть с перспективой перехода на него всех стран. Учитывая, что в странах Балтийского бассейна и бассейна Северного моря, включая Англию, система летоисчисления отличалась от старо-французской, там были даты с годами вида 1755. Старо-французский – это год И-600. И назовем эту систему старо-голландской. Чтобы не было задвоения годов, он сдвинул летоисчисления на 200 лет. В этом случае не появляется путаница с годами. При переходе на новую систему старо-голландский 1756 становится 1801 по Наполеону, а старо-французский и 601 становится тоже 1801 по Наполеону. Далее часть стран присоединилась к этому стандарту летоисчисления, в том числе и Россия, а часть стран не присоединилась. Год нашествия Наполеона по старо-французскому календарю оказывается и 612 годом. Освобождение Москвы от польских захватчиков оказывается дубликатом московских событий 1812 года – это по Наполеону. После разгрома Франции Британия воспользовалась этой идеей Наполеона и предложила свою систему летоисчисления, основанную на старо-голландской, только сдвинутой на 100 лет. Так 1776 год по старо-голландскому после перехода на новую систему стал 1876. Общий переход всех, так сказать, цивилизованных стран на эту систему летоисчисления произошел в период 1890-1900 годы по современной хронологической шкале, то есть аж к началу 20 века. И в этот же период были созданы основы всемирной фальшивой истории. Официальная история еще долгое время дописывалась и дорабатывалась, и длилась это примерно до середины 20 века. Субтитры создавал DimaTorzok